Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача, эти полчаса, мы посвящаем предстоящему Дню науки. Будем говорить о строительстве и архитектуре. Но вначале я презентую вам, вернее, продолжаем проводить наш интерактив. Сегодня вопрос интерактива, останется ли команда Саакашвили в Одессе? Если вы считаете, что да, можете звонить по телефону 737-73-14. Если вы против, считаете, что нет, 737-73-15. Соотношение процента вы уже видите. Насколько я вижу, 46, по-моему, нет. Да, 54, да. Но колеблется сейчас в обещал, то в одну, то в другую сторону. Пожалуйста, звоните и подключайтесь к интерактиву. Ну, а если вы хотите подключиться, собственно, к нашему разговору, то тогда посмотрите в правый верхний угол монитора. Там телефон прямого эфира 737-73-10. Задавайте ваши вопросы, выслушаем ваши реплики. Ну, а теперь представляем наших гостей. Это Валерия Леонидовна Цубенко, доктор исторических наук. Она заведует кафедрой Украиноведения Одесской государственной академии строительства и архитектуры. И ее коллега Евгений Владимирович Клименко, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой строительных конструкций, проектор по научной работе Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Так, по передаче на представление и, так сказать, регалии ушли. Да. Сразу вам скажу, вы знаете, мы вот в начале эфира там перекидывались репликами, и Евгений Владимирович сказал, только не задавая вопрос, кто наши, так сказать, знаменитые выпускники, потому что эфира тогда будет не 30 минут, а 330, наверное, да, потому что их много. А действительно, а с другой стороны, почему я, собственно, с этого начинаю? С другой стороны, есть чем гордиться. Есть чем гордиться, потому что действительно наш строительный институт, как мы его по старинке называем, да, он, по-моему, вечен. Он всегда там был, всегда есть и всегда будет, и всегда действительно из поколения в поколение. Классные ребята, классные специалисты оттуда выходят, и многие из них востребованы далеко за пределами Украины. Ну, собственно, чего это я выговорю? Во всему миру востребованы. У нас учатся иностранцы со всего мира, у нас учатся наши ребята из Украины, из ближнего, дальнего зарубежа, как это говорится. Почему? Потому что строительство – это то, что остается на земле всегда. Вот то, что, если подняться, я студентам всегда говорю, вот если подняться на самолете, на вертолете в высоту, мы увидим то, что сделали строители и архитекторы. И вот эта вот вечная потребность, вечная необходимость в этих специалистах приводит к тому, что этот вуз востребованный, он один такой строительный профиль не только в Одесской области, в Одессе, а и на юге Украины. Поэтому у нас учатся много знаменитых людей, закончили наш вуз, много учатся, которые станут знаменитыми. Ну, а если мы говорим о преддверии Дня науки, который будем отмечать в мае, это профессиональный наш праздник, то не может быть учеба в высшей школе без науки. Это основа того, что дает развитие, толчок к развитию, дает прогресс какой-то. Поэтому вот те научные школы, которые у нас в Академии, они тянутся издавна, они образуются новые. Вот мы в этом году решили возобновить, провести такую ревизию. И у нас возросло количество школ, их сейчас 9, и новые подрастают школы, там, где есть наука, которая мирового уровня, которым интересуются и за рубежом, ссылаются на нас, как это сейчас модно, в скопости публикации, цитирования. Поэтому вот жизнь движется вперед, и прогресс все-таки есть и в этом направлении. Вообще раньше, когда-то, пару десятилетий тому назад, очень популярна такая востребованная была штука, когда, помню, очень популярный был хозрасчет, переход на какие-то новые формы хозяйствования. И тогда во многих институтах наука, собственно, смыкалась с практикой. И тогда создавали такие вот группы студентов под определенную тему. Мало того, что, так сказать, разрабатывали науку и притворяли в жизнь, собственно, те изыскания, которые, так сказать... Ой, извините, я, наверное, себя прерву, потому что у нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слышим. Добрый вечер. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Валерии Леонидовне. Скажите, пожалуйста, какое место занимает гуманизация образования и воспитание в техническом вузе? Проводится ли патриотическое воспитание студенческой молодежи? Спасибо. 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 Вы вообще забегаете вперед. Я вот тему военно-патриотического, вообще-патриотического воспитания себе застолбил на следующую неделю. Но, правда, не связано с вашим институтом, но мы к этой теме еще вернемся. Ну, такой вопрос. Действительно, вопрос достаточно по существу, потому что есть специализированные факультеты, кафедры, так сказать, да, институты. Но есть еще, так сказать, преподаватели, которые занимаются еще и, так сказать, духовным воспитанием наших деток. Историю, так сказать, им в мозги как-то вкладывают, чтобы хоть знали, где мы живем, да? Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный, потому что как раз-таки у нас в Академии очень большое место отводится гуманизации образования. И целью является как раз-таки воспитание всесторонне развитой личности. То есть мы занимаемся в первую очередь тем, что помимо того, что обучаем наших студентов профессионально, но и большое внимание уделяем морально-психологическому климату, как среди студенческой молодежи, так и среди профессорско-преподавательского состава. Ведь сегодня, когда мы говорим о процессе гуманизации и, в частности, технического образования, поскольку все-таки Одесская Государственная Академия строительства и архитектуры является техническим учебным заведением, то у нас прослеживается такая тенденция соединения гуманитарных дисциплин и соединения технических дисциплин. То есть это объединение двух культур, технократической и гуманитарной. И в результате мы получаем на выходе специалиста, который всесторонне развит, который обладает высокими профессиональными знаниями. А вы, извините, я вас перебью, вы принесли такое потрясающее совершенно издание, это недавно вышло, да, я так понимаю? Да, это... Давайте мы посмотрим. Это какое-то юбилейное, да, наверное? Да, у нас в 2015 году Строительная Академия отмечала свой юбилей 85 лет. То есть в 1930 году был образован инженерно-строительный институт, который стал истоком и в результате которого у нас образовалась Строительная Академия. Но здесь я хочу еще подчеркнуть такой маленький нюанс, что помимо строителей и архитекторов у нас в Академии есть и экономический факультет, который готовит экономистов, специалистов в области землеустройства и кадастра, ну и других экономических специальностей. Ну вот по поводу, кстати, был вопрос по поводу патриотического воспитания и вообще по поводу студенческой среды. Важен еще психологический климат определенный, да, в какие-то взаимоотношенческие. Хотя вроде бы ребята-то уже взрослые, можно сказать, хотя все равно они для нас дети все. Вот. Я знаю, что к вам же ребята, которые эвакуировались оттуда из военной зоны, они получали привилегии, да, при поступлении, да, в институт. Или они наравне со всеми поступали. Но в всяком случае есть такие ребята. Вот как взаимоотношения между ними и нашими ребятами, земляками-одесситами, там нету каких-то, так сказать, сложностей, проблем психологического характера? Нет никаких проблем между ребятами, нет никаких проблем между преподавателями и ребятами. Дело в том, что строительные вузы, их не так много в Украине, и все мы друг друга знаем и друг друга понимаем. Но дело в том, что, как говорилось, часто эти ребята в торопях, без документов. Тут мы шли навстречу, нам министерство разрешало делать это, и мы влили их в свои. То есть они приехали без документов, без зачеток, без экзаменов. Это все проблемы решились, и они влились, и учатся у нас очень даже. Ну да, это Бог, потому что, в принципе, все же преподаватели, по-моему, они же не только носители какой-нибудь информации базовой, которую должны вложить им в голову, они же еще, так сказать, и воспитатели. Конечно, это дать функции в большей школе. То, что родители не доделали, то вы должны это делать. У нас звонок, да, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да, 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 слушаем вас, говорите. Добрый день. Добрый. Я рада видеть представителей строительного института. Я кончала институт в 1963 году. Он был инженерно-строительный, и только этот корпус, который вы сейчас показывали, фасад, он еще не был введен в строй. Мне интересует факультет, который наш назывался ПСК. Это первый выпуск был, назывался Бетон, Железобетон, который сейчас находится на Комсомольской. Мы собираемся раз в пять лет, нас осталось уже очень мало. Скажите, пожалуйста, а как ваше судьба... Ну, очень приятно попасть в родные стены. Я хотела вас спросить, на каком языке ведется сейчас обучение? На русском, на украинском. Ну, понятно. Вопрос спасибо огромное, да? Спасибо, здоровья вам. Больше полувека тому назад вы учились. Вот вашему диплому, то он такой, полувековой выдержки, да, что называется. Да, да. Ну, хорошо. А как, извините, извините, а как ваша судьба сложилась? Где вы работали после института? По специальности удалось поработать? Ну, у нас многие ребята, так как факультет был первой технологией железобетона, многие через буквально два-три года, было назначение по Украине, 22 человека у нас было. Многие ребята уже через два года стали директором ДСК, директором железобетонных заводов. Потом разъехались по стране. И все равно приезжают, не смотря на то, что говорят, что мы другие страны, приезжают из Кишинева, из России, из Москвы, из Подмосковья. Очень, уже все стали старенькие, ну, не дряхлые, но, по крайней мере, так. Ну, очень приятно побывать в институте. И на Комсомольской он был когда-то деканом, ой, как же его фамилия, Василий Иванович. Теперь он директор института технологического, этого ПСК. Вот. Ну, очень нормально. И все очень, вот институтская дружба осталась на многие годы. Друг другу помогают в жизни, просто по жизни. Уже и внуки наши заканчивают институт. Так что остается. Все очень приятно побывать в институте. Приходите, вот и сейчас не забывайте, приходите. Там сейчас все цветет, деревья, там такая красота. Заходите просто, подышите со студентами вот одним воздухом. И судя по вашему молодому голосу, вы еще в душе, так сказать, в душе студентка. Так что приходите. Спасибо, нам уже по 75. Так что... Так, мы у женщин не спрашиваем, сколько им лет, так что, пожалуйста, не надо. Ну, всего доброго. Спасибо, да, спасибо вам за звонок, за вашу реплику. По вашему ОИСИ, как мы называли. Спасибо вам. Ну, так, вопрос был, который я запомнил по языкам, да? Да. Ну, прежде всего я хочу сказать, что мы очень чтим историю. И у нас на фасаде так и осталось. Инчинирово-строительный институт. Вот показывали книгу, где это все видно. Потому что нельзя забывать прошлого. Иначе не будет будущего. Институт этот один, ну, если не сказать, самый мощный институт. Он не самый большой, но там наилучшая, если мы говорим о науке, наилучшая и наиболее известная в мире школа. Строматериалечков, которые все чтят. И буквально вчера и сегодня у нас была международная конференция на этом, вот на Старо-Порто-Франкс 28 или Комсомольское в прошлом. И вот те традиции, которые есть, они передаются от выпускников, теперешним студентам, ученикам. И я хочу сказать, что у нас каждую третью субботу июня встреча выпускников всех лет. Обычно через пять как-то лет принято, но мы принимаем всех с радостью и приходят, общаются, вспоминают. Каждую третью субботу июня, да? Третья суббота июня. Ну, до июня еще, так сказать, времени много. Я думаю, что, может быть, где-то там накануне встретимся, у нас в эфире еще напомним, да? Я по языкам скажу, у нас формируются группы по желаниям. И украинский, и русский, и английский мы преподаем, кто набирается группой. Сейчас это очень модно и полезно, поэтому вот полная демократия. Ну, если говорить о выпускниках, действительно, о тех специалистах, вот, то нужно, так сказать, упомянуть еще и другие, так сказать, параллельные, ну, существующие традиции в нашей стройке. Потому что, извините, ребята ваши классно в футбол играет, и спорт у вас здорово поставлен, и КВНщики, да, и регби, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, есть чем гордиться, и действительно, талантливые ребята собираются. В студентской жизни самый приятный период в жизни. Мы ходим, смотрим на них и завидуем. Вот. Я там начал задавать вопрос по поводу того, что вот, да, вот когда-то модно было, да, такие хозрасчетные создавали группы, и вот студенты, занимаясь наукой, они еще, так сказать, практиковали, даже брали, так сказать, в работу какие-то, так сказать, какие-то заказы, даже какие-то денежки зарабатывали для вузов. Вот сегодня, насколько это возможно? Потому что я знаю, что, по-моему, где-то вот с полгода, год назад, ну, как-то, так сказать, расширили возможности вуза по поводу финансовой самостоятельной деятельности и так далее. Возможности они есть, и самое интересное, что нас вуз интересен тем, что у нас государственное финансирование где-то примерно в три с половиной раза меньше, чем мы сами зарабатываем на науке. Поэтому это, в Одессе таких вызов нету, все в основном на государство надеются, мы зарабатываем в среде, там работают и студенты, магистры, специалисты, даже бакалавры и ведущие ученые. Это дает возможность, с одной стороны, нам как-то пополнить базу материальную, ну, благосостояние профессоров, а с другой стороны, производству внедрить те лучшие достижения, которые у нас есть. — Вообще, действительно, преподавание, вообще, там, не знаю, там, школьное преподавание, вузовское и так далее, вот, ну, многие, так сказать, философы по этому поводу еще в позапрошлые века говорили, что на самом-то деле преподавание — это архаика, потому что мы учим, как учили нас, а они учили, как учили их, то есть мы несем здания, так сказать, те, какие-то позавчерашние. — Но это, по-моему, ни в коей мере не относится к вашему вузу, потому что, действительно, вот вы упомянули материалы, ведь сумасшедшими темпами движется сегодня вообще, так сказать, то есть такие материалы появляются, о которых мы позавчера, так сказать, даже мечтать и не могли, вот, и причем на рынке, там, чуть ли не каждый год-два, они еще усовершенствуют, усовершенствуют, усовершенствуют. — Вот мне вот ребята ваши рассказывали, которые ездили где-то год назад, наверное, ездили в Японию, вот, там тоже была какая-то конференция, и там было, ну, тоже связано со строительством архитектуры, были представлены современные материалы, вот, из которых сегодня, так сказать, строят, и они говорят, так здорово, мы хоть могли их потрогать, приказать, то есть мы теоретически о них знаем, но они до нас еще не дошли, но мы с ними работаем, так сказать, в плане проектов и так далее. — Да, ну, мне кажется, самое главное в любой школе, выше в том числе, это научить учиться, потому что всю жизнь придется познавать новые, совершенствовать, познавать, совершенствовать то, что плохо, это наша участь. — Мы что-то не даем в Лею Леониду не говорить, как-то перескочили на эту тему, вот, ну, гуманитарные науки вообще, вот, вы отслеживаете, да, каким образом они приветствуются, потому что иногда, вот, ну, как, в общем, как в стране культуру, так немножко, так сказать, отодвигают, вот, медицину на остаточный принцип, вот, гуманитарные науки, так сказать, в фаворе в ВУЗе вашем? — Естественно, потому что, дело в том, что учебная программа, она построена таким образом, что наши студенты, они знакомятся с базовыми гуманитарными дисциплинами, и здесь мы, опять-таки, делаем акцент на том, чтобы человек всегда смог интересоваться тем, что он хочет. — И одним из девизов процесса обучения является традиции, перспектива и качество. То есть мы, конечно, опираемся на традиции, которые имеем, и плюс мы их продолжаем дальше развивать. То есть, когда к нам поступает студент, мы стараемся максимально проявить все его дарования, все его таланты для того, чтобы помочь ему в жизни дальше самореализоваться и выбрать то направление, которое ему будет наиболее интересно, несмотря на, как бы, профессиональный выбор профессии. — И здесь, конечно же, гуманитарные дисциплины идут в большой плюс. Но коль мы говорим сегодня о науке, то мне, конечно, хочется сказать, что на базе технического ВУЗа у нас проводятся студенческие гуманитарные конференции, которые связаны с известными событиями в истории нашего государства. — Это, например, традиционными стали дни, посвященные памяти Тараса Шевченко. Традицией стало то, что мы проводим Дни украинской письменности. Также у нас в Академии проходят Дни Европы. И одним из таких вот гуманитарных учебно-воспитательных центров есть связь с Национальной Академией Наук, с региональными ее центрами. И это не только касается гуманитарных дисциплин, но и технических. То есть у нас есть центр эстетического развития, где студенты могут приобщиться к культуре. Потому что сегодня одна из главных задач в обществе — это не только получение профессиональных знаний, но и воспитание культурного человека, который сегодня необходим нашему обществу. И здесь вот хочется также отметить, что у нас в Академии есть музей. Музей, который насчитывает более 35 лет. Он создавался еще при бывшем ректоре Владыченко. И сегодня он насчитывает более 3000 экспонатов. А что такое музей? Музей — это в первую очередь то место, где собраны артефакты, где собраны оригинальные документы, подлинные документы, начиная с первого выпуска наших студентов и заканчивая последними событиями последних лет. Поэтому здесь, в нашем музее, проходят очень часто встречи выпускников прошлых лет, которые пополняют коллекции Академии своими личными вещами, своими достижениями. И также мы приглашаем студентов, школьников, которые могут ознакомиться с историей нашего вуза. Им это помогает в профориентационной работе. И также в музее у нас проводятся встречи в здании кинолектория с известными людьми. Мы приглашаем журналистов, писателей, ветеранов, то есть всех людей, которые хотели бы видеть студенты. И мы показываем на их личном опыте жизненный путь человека, рассказываем о каких-то истерических фактах, о достижениях этих людей. И студентам это интересно, потому что этот опыт они, как правило, используют в своей практической будущей работе. Но, например, студентов-архитекторов мы часто приглашаем в музей для того, чтобы они могли совершенствовать музейную экспозицию. И в будущем им эти практические знания тоже нужны. А еще у нас в 2012 году тоже произошло такое небольшое знаковое событие. Мы еще один музей открыли. Музей этнографии Украины, который, естественно, активно используется в учебно-воспитательном процессе. И опять-таки привлекали наших художников и архитекторов для того, чтобы они оформили соответствующим образом помещение в стиле украинской хаты с печью, с монументальной живописью. Ну, а экспонаты, которые там представлены, они собирались, начиная с начала 90-х годов, когда Украина стала независимым государством. И сегодня, скажем так, нам есть чем гордиться у нас... Ну, хотя бы так, на скидку, какие вообще там экспонаты вы собираете? Коллекция вышиванок 19 века, коллекция гончарных изделий, коллекция орудий труда. Это все собиралось силами студентов нашей Академии, силами преподавателей на протяжении где-то 20 лет. И самые лучшие экспонаты мы отобрали и выставили в нашем музее этнографии. Ну, это очень здорово, да. Вообще, кстати, между прочим, обращение к своим корням сейчас стало достаточно популярным, и это нельзя не приветствовать. Иногда даже бывает, в кафешку заходишь, а там тоже какая-то крынка стоит, на стене старые деревянные грабли, еще с кривой вот этой вот ручкой, так сказать, там где-то может какая-то коса висит и так далее. То есть мы, в общем-то, должны помнить свои корни, потому что на самом-то деле очень трудно было вот те 70 лет, когда мы жили в другой стране, все-таки нас больше приучили. Ну, там народами переселяли вообще, люди от своих корней отрывали. И, ну, согласитесь, мы дальше там дедушки, прадедушки, никого из своих родичей не знаем. А многие европейцы, они знают своих родственников чуть ли не до 10-го, до 12-го века в поколениях. Вот, поэтому действительно надо к корням своим возвращаться, это очень важно, чтобы ребята знали не просто на какой земле по ее качественному составу, но еще и на какой земле, так сказать, ее духовного составляющего они строят свои дома. Какие страны, вот, я понимаю, что, может быть, вы не проектор по работе с иностранцами, но вот какие страны сегодня представлены у нас в УЗИ, откуда приезжают ребята учиться? У нас очень много студентов из Туркменистана, это ближнее зарубежье, из Турции, из Северной Африки. У нас, вообще-то, есть со многих стран, где-то у нас около 20 стран представлено. Удивительно, почему из Турции? Ведь там турки, они сумасшедше быстро строят, они, так сказать, вот, особенно после вот этого землетрясения, которое вот было в Стамбуле, да, когда там уменьшилось, что-то, по-моему, чуть ли не с 16 на 13 миллионов, по-моему, жителей, они так быстро вот это все восстанавливают и строить они умеют. Я думаю, они поэтому быстро и строят, что они у нас учат. А, в этом смысле, я понял. Мне хотелось бы еще вот в продолжении этого вопроса говорить о том, что вот у нас в прошлом году в Академии прошло 13 конференций, где вот собираются ученые по определенным направлениям, и мы вот сейчас, в сентябре, будем проводить конференцию, которая посвящена полностью вот нашему городу, Одессе, где рассмотрим все проблемы городского хозяйства, городского строительства, этим мы занимаемся, но мы хотим как-то все-таки еще раз посадить вместе вот ученых, строителей, хозяйственников и решить эти проблемы. Вот Валерия Леонидовна, она, наверное, скромно промолчала, она организует очередную же конференцию, международную конференцию по истории Юга Украины, где вот рассматриваются именно как раз те вопросы. Это большое дело, когда вот в техническом вузе гуманитарная такая международная конференция, и, как показывают предыдущие, что очень большой интерес, много гостей из зарубежа, из дальнего зарубежа, из ближнего зарубежа, публикации мы издаем, поэтому вот такой интерес не только к техническим дисциплинам, к науке, но и гуманитарным. Ну вот эта предстоящая конференция, о которой вы говорили, ну, Валерия Леонидовна, честь и хвала, что будет такая вот конференция, я по поводу той, о которой вы говорили, вот, что называется, смычка науки, да, и практиков, к сожалению, ну, тема сегодняшней передачи немножко не такая, но все равно невозможно не, так сказать, легнуть сегодняшних практиков, что, да, дают заключение, если надо, любое заключение, можно прийти к вам в ВУЗ, так сказать, да, заказать любой труд, так сказать, проанализировать любое, так сказать, будущее строительство, выдать рекомендации и так далее, но они часто прислушиваются к нашим ученым сегодня. Дело в том, что на практике, практика показывает, что немножко хаотично и, так сказать, идет это дело, и не всегда, в общем-то, идет опора на действительно хороший прогноз научный, подоснованный, так сказать, под новые дома. Ну, поэтому и неприятности у нас в этом, и планировки, и строительство, и какие-то вот фрагментальные застройки. Слава Богу, мы уже имеем утвержденный генеральный план, где все это должно отсечься. Ну, а дальше ученые готовы подсказать правильное решение. Ясненько. Сколько сегодня студентов занимается в Академии? В Академии на всех уровнях занимается примерно где-то 7,5 тысяч студентов. Это и бюджетники? Это бюджетники-контрактники, это заводчики и стационар у нас есть, у нас теперь есть и магистры, у нас теперь есть и аспиранты, которые перешли уже на третий науковый, освитенно-науковый ревень, то есть это уже по новому закону тоже прянутся. Это все обучающиеся люди. Скоро набор уже будет очередной, да, уже вот сейчас весна пройдет, и уже будет, так сказать, вестись такая активно-подготовительная работа. Вот многие школьники, которые сейчас заканчивают выпускной класс, сдают ЗНО и уже думают, куда бы поступать, чтобы вы им посоветовали. Может быть, если они восстановят свой выбор, может, не откладывая в долгий ящик, можно успеть пойти на подготовительные какие-то курсы, да, вот заниматься? Так, ну я скажу вот это. Вы знаете, у нас профессиональная работа началась на следующий день после зачисления предыдущих студентов. Мы над этим очень работаем, потому что нам нужны очень образованные и такие, знаете, вот преданные этой специальности люди. Для этого мы проводим дни открытия двери, кстати, один будет завтра в 11 часов, и мы приглашаем всех. Ну давайте, если будет повтор в другой день нашей передачи, мы уточним, то есть речь идет о субботе, да, это будет в субботу, во сколько там начало? В 11. В 11, да, ну может быть, еще утром посмотрят передачи, успеют в субботу прийти. И вот мы занимаемся, потому что привлечь именно нашего студента. А студентам, будущим студентам, я хочу сказать, что нет лучшей специальности, чем архитекторы-строители. И архитекторы делают проекты, конструкторы его насыщают. Есть у нас все специальности, которые насыщают водой, газом, теплом. То есть весь комплекс строительных специальностей можно получить в нашей академии. И еще и вести бухгалтерию, поступить на экономию. Да, ну что ж, я, кстати, вот эту вашу реплику еще раз озвучу, что действительно в день открытых дверей, само собой, но никогда не стесняйтесь, вот у меня уже несколько раз были такие ситуации, когда советуются приятели, знакомые, вот слушай, мы там хотим в такой-то вуз, а ты не знаешь там кого-то, ребята, да возьмите в интернете, найдите телефон приемной комиссии и позвоните. Ну, может, у тебя там кто-то знакомый. Я говорю, позвоните в приемную. Кто мне звонит, говорит, слушай, мы позвонили, нас пригласили, мы пришли, нам все рассказали, спасибо. Все, спасибо, ребята, надо. Пользуйтесь интернетом и действительно проявляйте активность, и информацию от вас никто под прилавком скрывать не будет. Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир так вот потихонечку приближается к концу. Я благодарю наших гостей, прежде всего вам успешной работы, послушных, талантливых, одаренных учеников, еще более талантливых, одаренных, чем вы. Уж простите мне, но всегда чем талантливее, так сказать, наши птенчики, тем мы, так сказать, гордимся больше этому. Напомню, что у нас в гостях были Валерия Леонидовна Субенко, доктора исторических наук, заведующий кафедрой украиноведения Государственной академии строительства и архитектуры, Евгений Владимирович Клименко, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой строительных конструкций, проектор по научной работе нашего строительной академии. И мы подводим итоги нашего интерактива, останется ли команда Саакашвили в Одессе. В принципе, мы не прекращаем, так сказать, наше голосование. Вот 64 до 36 нет пока вот такого мнения, но в следующих эфирах мы продолжаем накапливать, так сказать, ваше мнение. Не переключайтесь, через несколько минут следующий эфир, и вы сможете проголосовать. Вам спасибо большое, успехов, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!